Так мы с утра сегодня изучали, что психика человека имеет тонкую природу. Что у человека есть психический канал, что у женщин канал с левой стороны, психический канал называется ида-наби, он сильнее работает у женщин в три раза. У мужчин с правой стороны психический канал ида-наби, он работает в три раза сильнее. Это означает, что женщина склонна к личной жизни, у нее больше счастья, в три раза больше счастья идет от личной жизни. У мужчины больше счастья идет от внешней деятельности, от социальной деятельности. Понимаете, да, разница? В личной жизни означает семейное окружение, друзья. Социальная деятельность означает работа, общество, государство. Работа над собой тоже отличается у мужчин и женщин. Допустим, если женщина больше занимается закаливанием, зарядками, допустим, она в бок сходит, то есть работа над собой у них такая, то она развивается по мужскому типу. Если женщина работает над собой, она улучшает отношения с людьми, она учится в доброте, смирении, послушании, заботе. Она по-женски развивается. У нее женская сила развивается. Что значит женская сила? Красота, влияние, способность правильно общаться, деликатность, отзывчивость, доброта, теплота. Женская сила, мужская сила, сила воли, сила духа. Богатый, мужская наша сила. Ну, то есть мужская сила – это способность влиять на ситуацию, преодолевать трудности, храблость, сила воли, решимость, твердость духа, физическая сила, выносливость, способность тратиться и зарабатывать средства на жизнь, влияние на общество – это мужская сила. Женская сила, влияние на семейную жизнь, способность улаживать отношения в семье, способность сохранить семью, способность нравиться близким людям, способность приятной, любимой – это женская сила. Если муж не любит меня, что это значит? Значит, что у меня не хватает женской силы? Надо заставить его любить. Как? С помощью женской силы. Если, допустим, женщина меня спрашивает, как улыбаться о любимочке? Как быть добрыми? Как проявиться отзывчивой? Как научиться общаться с другими женщинами? Как строить отношения? Женщины меня об этом спрашивают. Значит, они себя не понимают? Допустим, женщина спрашивает меня, а ведь иначе. Как заставить себя любить? Каждая женщина знает о другом. Если женщина сильная, она говорит, что этот человек через неделю будет ползать у меня на колени передо мной. Потому что сила так есть. Она знает свою силу. Если женщина не знает свою силу, значит, надо ее развивать, учиться этому. Мы говорили с утра, что есть разум, есть ум. Ум — это наша чувственная деятельность, это наш характер, это наши отношения, это наша судьба. Судьба находится в уме человека. Разум — это то, что стоит над судьбой. Это наша вера. Это наши правила жизни, принципы. Это знания, с помощью которых мы живем. Это наша молитва. Это наши настрои. Это наша сила, которая меняет нашу жизнь. Это разум. Разум меняет жизнь. Ум живет. Разум меняет жизнь. Кто такой «я»? Люди говорят, я — душа. Я — душа, которая живет внутри тонкого тела ума. У нее есть разум души. И душа вечная, она не умирает. Человек говорит, вот загнусь, все вам останется. Не загнешься, потому что ты вечный. Если ты думаешь, что ты загнешься, значит, ты невежственный человек просто. Ты не понимаешь суть жизни. Человек не умирает. Исоцкий пел. Хорошую религию придумали индусы, когда в конце не умираешь насо всеми. Хорошую. Почему хорошую? Потому что так и есть. Сердце откликается, что правда, не умираешь насо всеми. Мы обсуждали эти вопросы с утра. Я не буду погружаться в это все. Потому что вы можете послушать эту лекцию в записи. Сейчас мы будем продолжать. У нас много чего осталось не обсужденного. Даже много чего у них не обговаривали. Даже с утра. Обязанности мужчины, женщины, допустим. Это все. Мы сегодня будем об этом говорить. Итак, Педа объясняет, что разум — это сила, меняющая жизнь. Знание передается через лишний опыт, через звук. Звук того, кто имеет опыт, может поменять жизнь. Если человек работает над собой, он может поменять жизнь. Не работает над собой, не может поменять жизнь. Знание всегда отражается от сердца. Если человек говорит, надо бросить курить два часа, но сам курит. Знание не отражается от сердца. Человек не может поверить в это. Потому что смотрите, как строится извинение судьбы. Сначала вера. Во что? Ну, допустим, вера в то, что бывает семейное счастье. Если, допустим, вы можете сказать мне, Олег Геннадьевич, я верю, что счастье семейное бывает в личной жизни. Вы мне, допустим, сделаете такое утверждение. Где доказательство, что в это верить? Очень простое доказательство. Я сохраняю семью. Я не... Чуть трудности начались, и я... Я верю в семейное счастье или нет? Нет. Где вера? Как ее определить, что она есть? Я сохраняю семью. Я пытаюсь сделать так, чтобы отношения были лучше. Значит, у меня есть вера. Что меня заставляет? Как делать? Если человек разочаровался, он не будет уже этим заниматься. Да? Человек верит. Он говорит, оставайся холодным утром, оставайся и возвращайся, оставайся. Я без тебя устал. Не возвращайся. Возвращайся холодным утром. Ну, то есть он верит в эти отношения. Он поет. Значит, есть мир. А если он говорит, прощайся. Со всех вокзалов поезда выходит в дальние края, да? Мы расстаемся навсегда. Значит, нет веры. Видите, сначала идет вера. Она создана из убеждения. Нужен пример. Если 80% браков распадаются по статистике в нашей стране, статистика официальная, откуда будет вера в людей. Все распадается. В Индии 1% браков распадается, а у нас 80%. В Украине 90%. В Европе, которую мы ругаем, 60%. Откуда вера? Нужны отношения. Нужен хороший пример семейной жизни. Нужны сильные люди, которые могут сохранить семью и правильность, и вести в отношениях. Нужно знать, почему распадаются браки. Так, мы сегодня будем изучать эту тему судьбы. Мы будем говорить о судьбе с вами. Что-то судьбе. Так, сначала идет вера. Она соткана из личных отношений, из контакта человека, из опыта личного. Допустим, кто-то говорит, семья должна сохраняться. Хорошо. Покажи. Покажи. Дай опыт, дай силу. Покажи. У меня, допустим, есть один наставник. У него очень, Александр Кокинев, у него очень сильные семейные отношения, сильная традиция внутренняя. У меня карман семейные очень тяжелые. Были потери, там, разрухи в личной жизни. Но я, когда начал с ним отношения строить, все стало хорошо. Это результат отношений. То есть я почувствовал силу через него, начала передаваться мне эта сила, я ее понял. Потом люди начали говорить, у нас все хорошо. Я пришел в одну фирму, чувствуя эту силу, я начал с ними говорить, а отношения на производстве была такая цель. Был тренинг, отношения на производстве. И я ничего не говорил про личную жизнь. И после этого одна женщина мне сказала на следующий день, «Алина Федорович, я вчера хотел уйти от мужа, я послушала вашу беседу и осталась в семье». «Ясните, почему так произошло, вы не говорили мне ничего, это семейная жизнь». Видите, звук он передает не только то, что человек слышит, он передает веру в человек. Вера основана на знании. Знание передается от одного человека к другому, но не передает через книжки. Через фильмы тоже не передается, потому что фильмы чем занимаются? Они нас дуют там, они что-то играют, просто играют. Это фантазия. Человек просто фантазирует, но он не живет так. Если он играет Александра Македонского или Максимуса, это не значит, что он такой человек, он просто играет, который вы. Понимаете, это не значит, что наша жизнь, смотря какой фильм, изменится. Так? Жизнь меняется, когда мы имеем отношения, которые действуют. Вношения честные, искренние, стесненные. Итак, мы движемся вперед. Сначала идет идея вера на основанного знания. Знания связаны с личным опытом. То есть человек должен иметь какого-то наставника, кто-то учил его жить. Если нет наставника, нет жизни. Наставника даже друг может быть, но он должен иметь правильную жизнь при этом. Если он тебе о чем-то говорит, допустим, два алкоголика встретились, обнялись и говорят, что-то, ну, надо нам бросать. Ну, не получится у вас бросать. Вам надо, чтобы бросать кого-то, найти, кто бросил уже. Тогда получится. И с ним обниматься будет. У него по-другому разница, и он может помочь. Вера, знание, общение. Общение поддержит веру. Есть вера. Неправильное общение, она начинает теряться. Али Кеннадьевич сказал на лекции так-то. Пришла домой, говорит, это все фигня. Ты, допустим, веришь, что это, потому что, наверное, правда, фигня. Все, как вера уже начинает шататься. Или приходишь домой и говоришь, Мне на лекции так сказали, что правильно, правильно я всегда так считал. Вера поддерживается, да? Вера отношений зависит. Я с Игорь выезжал, и в аэропорту сижу, села рядом девушка. Никогда не было у меня на лекции, и она как-то в плеере копается, что-то копается, я смотрю, она нажимает, и мой голос звучит. Лекция началась. Она слушает. Я говорю, интересно? Она смотрит, один и тот же голос, оттуда и оттуда. Она такая, раз. Она говорит, Бог откликнулся на мой момент. Хотела вас посмотреть. Я говорю, на моих тоже откликнулся. Я потому что больше верю в то, что я делаю, если я вижу, что люди изучают, это неинтересно. Итак, взаимоотношения. Нужны взаимоотношения. Из-за взаимоотношений нет веры. Люди должны чувствовать связь, обратную связь нужна. Люди должны общаться. Смотрите, у нас есть отношения, но они часто не приводят к победе жизни. 90% наших отношений о чем? Мы слушаем новости, мы читаем всякие книжки, романсы. Я вас бью, любовь еще быть может, душе моей, даст, не совсем. И пусть она вас больше не привозит, не печалит, вас не чеет. Это все красиво, конечно, но как это может мне помочь жизни? Ну, то есть, понимаете, то есть, смотри, 90% мы занимаемся чем? Мы занимаемся деятельностью, которая никак не помогает нам решать проблемы нашей жизни. Проблемы на карту, в конце человек начинает страдать. Качество жизни тает у него. Почему? Потому что это называется неблагоприятным учением. Телевизор, книжки, газеты. Неблагоприятное учение. Не дает результата судьбы, изменения судьбы не имеются. Нет честных отношений. Просто какие-то сплетни. Николай, кого там изнасиловали девушку. Ну, хорошо, какое это отношение к моей судьбе имеется сейчас? Зачем я должен об этом читать? Это влияет на мою жизнь. В основном, отрицательные новости. Отрицательные. Да, в современной психологии открылось, что чем больше человек концентрируется на отрицательных новостях, тем больше его проблемы расширяются. Потому что только позитивное восприятие мира, только позитивные новости, хороший пример дает возможность человеку победить судьбу. Ему нужен хороший пример. Поэтому я сейчас работаю над кандидатской диссертацией, ее тема «Позитивное мотивирование человека, позитивное мотивирование на высшие гуманитарные ценности». То есть высшие ценности у человека. Самая высшая ценность – это святость. Святой человек – это самая высшая ценность. Мы вообще не думаем о святости. Мечтаем, не изучаем. Мы смотрим там, шванцнагида с пленышком. Это наш венец. Он там взял за ног кого-то там. Я тебе говорю, что я тебя отпущу? Да, я тебя отпускаю. Соприваю. Он полетел туда. И мы думаем, о, классно. Понимаете, от чего мы отталкиваемся в своей жизни? И потом это формирует нашу жизнь. Итак, вера, знание, общение. Дальше. Деятельность разума. Что такое деятельность разума? Это позитивный настрой. Вот сейчас я перед лекцией гулял с одной девушкой. Она меня спросила. «Алина Геннадьевич, как сделать так, чтобы муж вернулся?» Я говорю, а в сердце он вернулся, в вашем сердце вернулся? Она говорит, нет. Я говорю, зачем, когда вам внешне вот это возвращение нет? Вы молились для того, чтобы, достаточно молились для того, чтобы у вас в сердцах установились отношения, чтобы светлое чувство в этом появилось. Не боль, не утрата, не обида, не разочарование, не приязнь, а светлое чувство в отношении с этим человеком должно появиться в результате вашей душевной силы. У вас это уже появилось? Нет. Тогда какой смысл сейчас вам пытаться его вернуть? Видите, это называется внутренняя жизнь. Есть внутренняя жизнь. Люди не живут и совсем. Они пытаются внешне решать проблемы. Некоторые подходят ко мне и говорят, «Алина Геннадьевич, как вернуть мужа?» Я говорю, молитесь, и все? И все? И все? Ну вот в этом слове «все» означает тупость. Вы не знаете, что такое внутренняя жизнь. Поэтому говорят ей «все». Внутренняя жизнь – это слово «жизнь». У меня по сути было положено, начиная с середины февраля, трудности серьезные. Я как-то чувствовал, знал, что так может быть, не знал, откуда придут. Трудности пришли, и я начал молиться. Поехал в марте по восемь часов, молился в день. И в сердце радость появилась, радость, чувство силы внутренней. Трудности уже уходят. А внешняя ситуация, она потом идет за внутренней. Она следует за внутренней. Видите, вот эта деятельность разума, она возможна, если есть знания, если есть отношения, если рядом вокруг и окружать какие-то же люди, которые так живут, если ты пользуешься каким-то источником знаний, если у тебя это все усиливает веру в конечном счете, значит, твоя жизнь идет к правильному ключу. Правильный ключ жизни – это победа на цепи. Это разумное существование. Когда живет разум, а не ум. Как он живет? Он идет, живет мечтами. Человек мечтает. Поехал мечту, поехал мечту, поехал мечту, скале. Да? Мечтает человек. Это деятельность ума. Не приводит к победе. Женюс, женюс. Какие могут быть сомнения? Ты сначала мужиком станешь. Потом думай о том, чтобы жениться. Кому-то такое нужно. Мечти, мечти. Какая слабость, да? Мечти ушли, а слабость гадость. Жизнь отличается от мечты. Человек должен жить тем, что есть. Он, конечно, должен верить в лучшее. Она должна двигаться в жизни человека. Но жизнь – это не мечта. Некоторые люди мечтают просто. Это не помогает жизни. Дальше. Мысли о том, как меня обидели. Как меня обидела жизнь. Думай об этом. Это не жизнь. Это уже поражение. Ты уже, когда ты думаешь о том, как тебе плохо, и как тебя мучают вокруг всех. Это не жизнь. Допустим, ты говоришь мужу, почему ты так плохо ко мне относишься? Это тоже не жизнь. Потому что ты себя спроси, почему он тебе так плохо относится. Ты установила с ним внутренние отношения? Ты его просила? Ты прощение попросила в своем сердце? Ты научилась чистым сердцем смотреть на него? Ты приняла его в свою жизнь уже или нет? Если нет, тогда зачем думать, говорить ему о том, что он тебя не любит? Ну, не любит. Хорошо. Что дальше? Он, конечно, скажет, люблю. Но вот это ничего не меняет. Сердце чувствует, что не любит. Говорит, что любит. Обманывает. Не меняется жизнь. Видите, требовать счастья к себе – это не жизнь. Это деятельность внимания разума. Жизнь к разуму должна практикать. Разум движется с тобой. Требовать себе счастья – не жизнь. Почему так плохо ко мне относишься? Перестань пить. Зайди с семьей. Это все вопросы к себе. У женщин. Мужчина, почему ты меня не уважаешь, к жене? Это к тебе вопрос. Почему ты такой неуважаемый человек? Если человек уважаемый, женщина автоматически начинает его уважать. У женщины нет такой возможности неуважать уважаемого человека. Она просто не может так делать. Она будет выглядеть дурой, когда все вокруг уважают моего мужа, а я не уважаю. Значит, я дура просто, и все. Она тоже будет уважать. Видите, все мужа уважают, а она уважает. Стань уважаемым человеком, тебя будет жена уважать. А почему она должна тебя искусственно уважать? Женщина чувствует все, что в мужчине происходит. Она является сердцем мужа. Муж является более женой, а жена является сердцем мужа. Сердце означает совесть. Она говорит правду, совесть говорит, хватит пить, она говорит, займись, пить, совесть говорит, совесть. Надо прислушиваться. Голос совести. Голос совести может шептать изнутри. Не слышишь? Он будет, значит, кричать, ровский никомит. Не слышишь? Он будет, значит, пить по голове законам. Голос совести. Скажешь, фигма пять лет. Так вот совесть тебе уже сказал. Ну, то есть здесь три варианта, как он действует. Поэтому надо выбрать какой-то подходящий. Итак, видите, почему мы не счастливы в семейной жизни? Потому что мы не знаем, что такое семейная жизнь. Семейная жизнь практикает отношения, которые находятся внутри. Человек большую часть времени должен молиться об отношениях, должен скрыть их в своем сердце. А то, что он говорит близкому человеку, это всего лишь небольшая часть жизни. Допустим, человек помолился и подходит к жене и говорит «Верю в тебя, дорогую подругу мою, ты разбила от смерти меня темной ночью спасает». И пошел на работу. Все больше ничего не надо говорить. А я, думаю, не могу так относиться к мужу. Начинает тоже так пытаться учиться. Она увидела, например, увидела, что очень сильная вера в отношениях и следует к человеку. Я весь семинар могу вам прочитать одну фразу сейчас по семейным отношениям. Я эту фразу прочитал в проповеди одного православного священника. Очень короткая фраза и емкая. Его спросили, как мне относиться к мужу. Женщина спросила его. Он сказал, точно так же, как ты его помнишь, когда вы встретились в первый раз, ты должна учиться, учиться, думать о нем всю жизнь. Первая любовь моя земная, у утра малипла, я тебя со всеми с вами вижу в первый раз. То есть человек должен помнить это. Первая любовь это что такое? Это Бог дает понимание. Самое лучшее выстречивается в человеке. Вот что есть самое лучшее в человеке, ты увидишь в первый раз в отношениях с ним. Потом этот краник закроется, ты уже не будешь видеть, ты будешь видеть в трусы и там и все прочее. Самое лучшее ты увидишь в первый раз сначала в отношениях. Надо это помнить, молиться об этом, помнить это в человеке. А вы что-то помните? и это объясняет, что есть два сознания из сознания пчелы. Пчела летит к меду и муха тоже очень сладкий вкус. Все летят к сладкому и муха, и пчела. Сознание мухи и сознание пчелы. Сознание пчелы это редкий дар, это сильная вера, сильный разум. Смотрите, когда пчела летит к меду, она не обращает на что понимать, только нектар. И не интересуют никакие проблемы, которые вокруг существуют, только нектар. Пчела прилетает к нектару, собирает его и дальше несет туда себе, садится с краешку и хабает под подушкой. Нет, она несет бурей, отдает туда и назад за нектаром. Муха чем занимается? Она тоже хочет сладкого, летит сладкого, знаете, что сладкое есть, муки сразу летят. Но по дороге муха видит, что внизу что-то воняет, непорядок, надо разобраться в этом вопросе. И она там начинает разбираться, потом заводится опавыш, она там живет уже, все поселилось в этом, горит. Понимаете, то есть она там живет, у нее сознание такое, поэтому она воняет сама. Пчелах когда летает, все радуются, муха красивая птичка. Муха летает пух. Почему? Потому что пчела она красивая, такая красная, такая желтенькая, полосочки, всякие, очень красивая. Муха черная. Почему она черная? Потому что у нее сознание черное, она думает, а где? Она хочет разобраться. Почему у меня двигает скатизм? Разберемся в этом вопросе. и начинает придираться к равным чатам характера человека. Чем уже поливать, таким он и становится. Потому что, смотрите, мужская сила, это что такое? Это сила, меняющая жизнь. Да? Мужчина меняет жизнь, он работает, ведет или нос. Реальная сила. Женщина что меняет? Она что-то меняет или нет? и она только плодится. Чего женщина меняет? Мошенник. Она меняет характер человека, она благословляет его. Он, допустим, говорит, ты у меня самый сильный человек, а он алкоголик. И каждый ему так говорит, придет время, он бросит пить, несомненно. Она контактирует с его хорошим, в хорошем сердце контактирует, он становится хорошим. Теперь вопрос, как контактировать с хорошим, если сердце приходит от него только плохое. Для этого нужно заниматься развитием разума. Нужно практику совершать внутри в своем сердце, контакт со святым человеком. Святой человек, которого нет изъянов. Ты с ним контактируешь, все наполняется силой. А потом ты эту силу переносишь в отношении с мужем, как пчела. Говоришь, у тебя есть хорошие черты, не нравится тебе это, это, это. И он начинает верить в отношения. Постепенно укрепляется отношение. Задает силу. вы скажете, а если он гад, какой плохой, что мне надо не замечать, не обращать? Не знаю. Вам это поможет? Обращать. Ну, вы говорите, и ты плохой человек, и что, станет лучше? Нет? Он верит, что он плохой человек, все, лучше не становится. Ему плохо становится от этого слова, он говорит, ты сама плохая. Все. И чем они занимаются, они выясняют, кто из них хуже. Теперь у меня к вам вопрос, если две собаки гавкают, какая из них начала первой, можете определить? Вот вы идете к ним от две собаки гавкают друг на друга. Какая из них первая начала? Можете определить? Нет? А надо это определять? Как у меня соседка, я был студентом, постоянно орала на свою дочь. Она была очень похожа на дочь, такая не одинаковая, тут одна маленькая, тут одна большая. И она орала мне, у кого-то такая дура была, родилась. Не сложно было понять, никого. Почему? Потому что, ну если так разговаривать с своей дочерью, значит, что это там есть внутри? Надо указывать детям на лучшее, надо пытаться не прозвать лучшее. Ведь это позитивное мышление, оно крупное, крупное. Мы привыкли как бы думать о плохом, у меня он может я лицарь, иначе. И все, что говорили, с ним невозможно применить. Хорошо, это твои проблемы. Это означает, что ты не веришь в отношениях. Значит, нет разума, не хватает разума, чтобы решить проблему своей жизнью. а другая говорит, у меня был пьяница, это тоже так же, как ты жила, а потом начала работать над собой, и он стал лучше, этот человек. А это означает, есть желание поменять жизнь. Видите, есть разные подходы к жизни. Да? Мы с вами сейчас повторили, я немножко потерял прошлый лекций. Сейчас мы будем говорить об очень важных вещах, которые надо знать. и это объясняют, что внутри вот эта психическая структура, которая называется тонкое тело ума, то есть ум это не просто комбинация нервных инкульсов, это анатомическая структура, которая, кстати, не умирает после смерти тела. Тонкое тело ума остается, оно продолжает жить. И оно вот попадает в следующее тело. То есть семечка сажается, вырастает яблони. Как это происходит? Душа вместе с тонким телом, когда семечка намокает, когда семечка сухое, яблони ничего не прорастают. Семечка намокла? Всякая мокрая семечка прорастает? Нет. Семечка намокла, если туда попадает душа вместе с тонким телом, начинает развитие и прорастает семечка. Как оно растет, эта семечка? Оно растет по образу и подобию тонкого тела. Там есть чертеж, есть каналы психические, которые называются шротцы. По этим каналам полностью создается грубое тело. То есть вот дерево большое создается по этим каналам. Точно так же, когда скринхозоид соединяется с яйцеклеткой, душа попадает туда, вместе с тонким телом. И по этому чертежу рисуется, строится тело ребенка. Понятно, да, система? То есть есть тонкое тело, наша психика. В этом тонком теле есть судьба. То есть шутка судьба это рисунок наших прошлых поступков и желаний. У нас есть определенные поступки с прошлой жизни. Допустим, я изучаю по-не-понаслышке мои методы лечения, основанные на диагностике тонкого тела. То есть я диагностирую каналы, вот эти тонкие определяют по этим каналам, какие болезни у человека с детства уже склонны развиваться. у каждого человека из всей группы каналов тонких психических. Три канала, четыре канала поражены. Значит, четыре вида хронических заболеваний уже развиваются в организме человека. Понятно? Ну, допустим, вот у вас в бочках, да, мне это легко вас понять, потому что в бочках, да, не снимай. Я с вами разговариваю. Да, у вас есть проблемы с сосудами в организме. С рождением уже есть проблемы. Вот, это выражается в том, что иногда голова кружится, иногда она тошнит, Слабость есть? Я придумал это? Нет. Я диагностировал в ваших том, я хотел посмотрел, увидел, там есть чудность в этих каналах. И вам доложил сейчас с рождением уже. Это не поменяется в течение жизни. Не значит, что всегда голова кружится. Если вы будете правильно жив, каналы очищаются. Неправильно они загрязняются, но тип хронических заболеваний не меняется в течение жизни у человека. У вас костная система страдает. Прошлое. Колшечки, да, 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 костная система. там хронические заболевания. Так далее. Сейчас а мне иначе не заболевать. Вот, я просто привел к мнению. У каждого свое. Это тонкое тело, да, там есть судьба в тонком теле. Судьба такая, что такие типы болезней будут развиваться в течение или я буду побеждать, или они будут развиваться одной из двух. Там действует судьба. Вы сомневаетесь, да, что нет, подживешь на вторую. Нет? Все нормально? Вот. Итак, Веда объясняет, что у нас внутри, вот здесь в области сердца есть такая зона, она на санскрите называется Мохабхаба. То есть это зона, в которой копятся наши поступки и желания. Я ее образно называю глубинной памятникой. Ну, то есть такой структурой, которая отвечает за наши следующие поступки. В одном священном писании по Каджаре Йога Сутра описано, что в этой глубинной памяти есть определенная структура своя. То есть в целом это описывается структура тонкого тела ума в разведе, справляется с озером. В озере есть волны, да, и у нас в уме есть мысли находятся с левой стороны, воля с правой стороны, желания с левой стороны, еще глубже, чем мысли. И эмоции с левой стороны, желания с правой. То есть есть воля, самая наружная часть волны, есть мысли, самая наружная часть, ниже, чуть-чуть ниже желания, ниже мысли желания, воля эмоции, ниже мысли эмоции, ниже воли, желания. Сначала человек чего-то желает, потом у него возникает сильное желание, это воля. Видите, волны. Это сознание, да, часть сознания, которую мы осознаем. Дальше поехали. Толща воды, подсознание. Мы не понимаем, да. Мы чуть-чуть понимаем какую-то часть, но в основном не понимаем. Я разделил на три части. Первая часть, верхняя, это часть озера ума, вот это разрез, лес ума, да, первая часть воды, верхняя часть воды. Это наше настроение, наш характер. Нет, какой характер, да. Это мой характер вот там. Я его чувствую, но ничего сделать с ним не могу, да, он вылазит как-то из меня, самый вот характер, неожиданно. Дальше, средняя часть озера ума, связанная со здоровьем. Это зрительная зима. Ум контролирует здоровье человека. Он, как и ума, контролирует здоровье. Там, в этом уме, находятся каналы, на основе которых формируются болезни. Наша зима методика, на чем основа? Она очищает каналы, вот эти тонкие, и таким образом у человека улучшается здоровье. То есть, хронические болезни влечатся таким образом, прочитываются тонкие каналы. Такая, такой метод. Это делается с помощью калиберей. Такое, большое скопление коры, ну, коры какой, и не прочитают каналы. Со временем, полгода надо нас, чтобы прочиститься. Но человек всю жизнь какил, полгода это не надо. Но это не значит, что полностью у человека восстанавливается. Какие-то части болезни остаются. Склонность заболевает. То есть, когда кибертоник прочистились каналы, давление повышается. Но если сильно понемочил, повышаются. То есть, эти каналы все равно остаются слабыми в организме. Слабыми. Там есть скопление судьбы. Итак, у нас есть дальше средняя часть ось рома, вначале здоровье человека, связь со здоровьем. Там болезни находятся и там регуляция здоровья находится. Если я меняю свой характер, постепенно это влияет на здоровье как-то. Не сразу, не постепенно. Но некоторые болезни я не могу вылечить из меняя характера. Нужна другая какая-то помощь. Почему? Потому что изменение характера опосредованно лечит. Не то, что все болезни я вылечу из меняя характера. Характер выше находится, а болезни ниже, как бы более глубокая часть сознания. Здоровье. Мы контролируем свое здоровье? Нейтролюбие говорят, я контролирую свое здоровье. Хорошо? Если ты контролируешь свое здоровье, скажи, где у тебя сейчас пельмень находится, в какой части тела, которую ты съел час назад. Если ты все контролируешь, скажи, в какую-то клетку пошли питательные вещества, мы только пищу берем и ее вот так засовываем в рот, чувствуем, глотаем. Если сильно острое, там чувствуем что-то екнул. Что-то чувствуем, не то съели, наверное, но острое сильно екнул внутри. Вот. Но в основном не чувствуем, в основном мы не дураки, питаемся нормально, съели, оно провалилось, хорошо, настроение лучше стало, чувствуем, что как-то наелся нормально. Но мы не знаем, что с пищей происходит. Просто опоследно влияние, да? Пища находится в средней части ума, да? там влияние на пищу идет, там внутри ума, идет работа полностью в организме, все всасывается, миллиарды клеток всасывают эти продукты питания, все это происходит очень быстро, мы ничего не знаем. Что мы знаем? То, что нам надо знать, да? Мы проглотили, потом через какое-то время, опа! А здесь в зале есть это место? Или нет? Туда надо сходить? Как-то неожиданно, да? Так раз, возникло чувство определенное. Притяжение земли. Ну то есть чувство возникло определенное и потянуло. Ну то есть когда надо, нам говорят там изнутри, пора. Так? Но процесс промежуточный мы не знаем еще. Человек говорит, я контролирую свое здоровье. Как ты его контролируешь? Ничего не знаешь, что там происходит внутри. Можем, конечно, закаляться там, мы как-то можем влиять на здоровье, но полностью контролировать не можем, это делает судьба. Неожиданно человек обнаруживает, что у него замыкает печень. Нормально жил, потом палец начала замыкать. Пришло время. Веда объясняет, как это действует. Одно дело, конечно, образ жизни. Это 50% болезни. Другая 50% это просто влияние судьбы. Надо знать. Допустим. Смотрите. Веда объясняет, мы живем не в замкнутой системе. Организм очень сильно связан с этим миром. Веда объясняет, что психическая структура есть у земли. Мы говорим, мать земля. Более интуитивные, глубокие люди знают, что озеро Балькал обладает какой-то психической силой. Туда приезжаешь, там вот сила какая-то идет, могущество. Характер, настроение меняется. Человек чувствует это могущество. Думает, господи, лепота-то какая. Завтра поеду, посмотрю. Раздверь. О, господи. 15 миллионов лет живет это существо, да? Тонкое тело есть у всех объектов на земле. Есть у озера, есть у деревьев, у всех объектов есть тонкость, психическую структуру земли есть. Есть у планет, которые нас окружают. Все это взаимодействует с нами. С чем? Вот с этой глубинной памятью. Да, человек только рождается на свет. И вот это пространство отпечатывается на его глубинной памяти. Происходит печаль. Кто народился, отпечаток произошел в пространстве. Как планеты стояли вокруг, так будет действовать судьба. Каждая планета имеет свой характер. Древние ученые изучали это. И астрология — это такое знание, в котором учитывается вот это влияние планеты, и описывается характер человека. Как будет действовать судьба. Сложное знание. Сложно понимаемое, сложно достижимое. Все, что связано с тонким миром, очень сложно понять. Поэтому некоторые люди правильно трактуют по карте характера, а некоторые ошибаются. Здесь нет стопроцентной гарантии. В целом, есть веда подтверждения, что если человек живет святую и возвышенную жизнь, если он говорит про тебе, про твою судьбу что-то, чаще всего это сбывается. Если он сам возвышенно живет чисто, значит, и не хочет от тебя ничего, он деньги не берет за свои слова. И лишнего не говорит. Говорит самое главное. Значит, сбывается чаще всего. Зачем ему говорить? У него только сердце, сострадание заставляет его воздействовать. Но есть гадалки всякие, астрологи, которые зарабатывают, не всегда они могут сказать правильное по судьбе. Потому что сердце не подсказывает. Можно кратко астрологическую по-разному объяснить. Один по-одному объяснять, другой по-другому. Разное мнение есть. Но в целом есть простые вещи. Например, в ведической астрологии существуют периоды судьбы. Например, они длятся по 15, там 10, 20 лет длительный период судьбы. И в этот период такая-то примерно будет жизнь. И этому надо верить. И совместимость гороскопов, там, можно... Совместимость средняя, высокая, низкая, тоже можно выделять, как вещами они работают. Но какие-то тонкости, где-то долго сгодят через неделю. Это уже фантазия. Не факт, что ты можешь это так увидеть по практике. И так есть влияние планеты, есть судьба человеку. И как в целом надо ее понимать? Надо ее понимать так, что так же, как планеты движутся по кругу, так и жизнь человека всегда движется кругом. Если у меня сейчас самое тяжелое время, то есть я считаю, что лучше в моей жизни уже не будет. То есть все плохо. Поднимите друг к другу, у кого все плохо. Значит, скоро будет лучше. Если в вашей жизни все хорошо, поднимите, у кого все хорошо. Значит, скоро будет лучше, хуже. Все движется по кругу. То есть если совсем все плохо, ты на дне жизни находишься, значит, скоро будет лучше. Если все хорошо, иди трудности, не расслабляйся. Потому что жизнь движется по кругу всегда. Поэтому человек не должен сильно радоваться. Человек, когда хорошо думает, у меня всегда так и горько будет. Ты ошибаешься, скоро будет хуже. Ребенальчик, как это произойдет, я не знаю. Но произойдет как-то. Надо готовиться. Если у тебя все плохо, значит, будет лучше обязательно. Так не будет продолжаться делать. Таким образом, не надо ничему удивляться. Все в нашей жизни происходит само собой. Это судьба, премия судьбы. Некоторые думают, а у меня все хорошо будет. Эта позиция у меня будет все хорошо всегда, Олег Геннадьевич. Я вам не верю. Эта позиция, она похожа, где-то ее сравнивают с победением страусов. Когда в Джайпуре, в области Джайпура, есть такое пустынное место, где такие большие холмы в Индии. Такие холмы из чайников. И там очень много вот таких вот всяких вот ходов. Там живут страусы и тигры. И тигры любят страусов. А страусы тигры не любят. И когда страусы чувствуют, что не может от тигра убежать, то у них, у страусов есть такой бзик. У человека тоже есть часто бывает. Он засыпает голову в песок и думает, о, спрятался. Страуса не видно. Да? Я, меня не видно. Мне не видно тигра, значит, ему меня не видно. То есть сразу так спрятался голову в песок. Но страуса, тигра не интересует голова страуса. У него другое место помягче и поприятнее гораздо. Большое такое мягкое место есть страус. И тигр как-то скусает его именно за это место. Голова не интересует, она маленькая. Чего с ней? Пускай в песке остается. Так и человек, если он думает, что у меня всегда все будет хорошо, это позиция вот этого страуса, который просто не хочет знать, что есть судьба. А судьба как действует? Очень просто. Если мы создали семью, мы не хотим ни расписываться, ни венчаться, не хотим ничего делать у нас, мы верим, что у нас все будет нормально. Мы просто доверяем другу. Хорошо? Значит, позиция страуса. Почему? Потому что, если вы создали семью, значит, какую-то часть жизни у вас будет хорошо в семье, а какую-то часть плохо. У всех людей обязательно. Иногда нас тянут друг к другу, иногда отталкивают друг к другу. Когда отталкивают, кто помогает? Родственники, вера помогает. Священник говорит, вы же отмечательность. Вы что, вы говорите? Люди терпят. Родственники говорят, надо оставаться вместе. У вас семья, есть дети. Вам нельзя расходиться. Но если я, гражданский брат у меня, то нет родственников, нет веры, ничего нет. Ничего не гряйте на нас. Видите, это самобман. Самобман на чем основан? На незнании, как действует жизнь. Вот у кого никогда в жизни не было плохо, всегда тот хорошо поднимет. Если кто-то поднимает руку, значит, у меня просто проблемы с памятой. С полком никто не понял. Тебя ведь рожали, брат. Что, ты там, кайфовал, когда вылазил? Нет, не кайфовал. Было тяжело. Веды говорят, что страдание рождения намного тяжелее, чем муки смерти. Переносит от человека. Поэтому все сбывали. Веды говорят, что... Шима Бхагаватам пишет, что на седьмом месяце жизни, внутри утроба, ребенок вспоминает хаста свою прошлую жизнь. Вспоминает, как он жил раньше. Но когда он сквозь родовые руки идет, эта память отшибается через боль и муки, которые у нас были. Боль отшибает память. Сейчас купеет от боли. То есть идея в чем заключается? В том, что... Есть хорошие события в жизни, есть тяжелые. Теперь у меня вопрос. А какие события самые лучшие в жизни? Хорошие или тяжелые? Кто считает, что хорошие поднимет тут? Кто-то считает, что тяжелые лекции на слушательство? Так-то они считают, конечно. Нафиг мне эти тяжелые события. А так как лекции слушательства, думает, Олег Иванович сейчас все равно скажет, что тяжелые лучше. Поэтому... Хорошие события — это просто отдых от жизни. Отдых от жизни. Жизнь протекает в настоящее только в трудностях. Человек в трудностях обретает новое знание, новое понимание вещей, новый опыт, если он не ломается. Поэтому для тех, кто слаб, тяжелые события или жизнь для него — это разрушение его судьбы. А для тех, кто силен, он только такой человек может жить. И так жизнь без разума значит нет жизни. И человек просто живет по течению, плывет, хорошо стало живет, плохо стало — разломался, спился. Это не жизнь. Потому что только когда трудности человек развивается как личность. В хорошей жизни он отдыхает. В хорошей жизни он отдыхает. В хорошей жизни мы отдыхаем. Мы не живем, просто отдыхаем. И чего мы в жизни хотим? Только хорошей жизни. В остальном, когда я у меня счастье вылетаю, перестану страдать. И никогда у человека такого счастья не будет. Почему? Потому что мы неправильно понимаем цель человеческой жизни. Зачем я появился на свете? Самые разумные люди задают два вопроса к себе. Кто я? Некоторые говорят, что я Олег Геннадьевич. Другие говорят, что я душа вечная. Сегодня Олег Геннадьевич, завтра еще кто-нибудь. А я вообще не Олег Геннадьевич. Я сначала был вообще Олежка. Сначала был Олежка вообще. Потом я был Олежек. Олежек, иди домой, хватит футбол играть. Потом я был студентом медицинского института. Просто студент. Потом солдат. Теперь популярный лектор. Потом может вообще скажут, что фигня сейчас его лекция неплохой. И тянут меня под зад. Я буду сидеть на заваривании. Вспоминать какие лекции читал. Понимаете, то есть кто я? Я душа. Сегодня одна жизнь, завтра вторая. После завтра третий. Понимаете или нет? Только в этом теле разная жизнь уже была. А ведь тела меняются. Потом будет другое тело. Ведь говорят, что тонкое тело человека – это тело желания. В зависимости от желания. Оно меняется, трансформируется. В зависимости от желания. Вот если взять человека, допустим, знакомого, можно посмотреть через 20 лет. Он уже выглядит, как свинья. Он сбился такой. Жена говорит, ты посмотри на себя, ты на свинью похож. Он смотрит в зеркало, точно похож. Я похож, согласен. По барабану. Это означает деградация. То есть человек может становиться похожим постепенно на свинью. Или на лошадь. Почему так людей называют? Козел. Скотина. Свинья. Лошадь. Бык. Баран. Похож. Ты как барана утряна вообще. Ты чего как лошадь скачешь? Остановись, успокойся. Ты как свинья живешь. Почему так говорят? Тонкое тело меняется. Похожим человек становится. Деградация. Животная форма жизни предшествует человечеству. Или наоборот следует. То есть человек пожил человеческий, не хочет как человек жить, живет как животное. Следующая жизнь. Если тупка гнильево родишься бабам, присутствие поэт. А жил свинью, останешься свинью. О-о-о-о. Тонкое тело меняется. Меняется. Следующая жизнь будет в соответствии с нашими желаниями для этой жизни. Человеческая жизнь предназначена для самосовершенствования. Мы рождены не чтобы сказку сделать или преодолеть пространство и простое. Мы рождены для того, чтобы сдавать экзамены судьбы. А иначе просто мы бы жили счастливо и не парились. Ну почему мы не живем счастливо? Постали какие-то трудности. Потому что мы рождены, чтобы сдавать экзамены. И тогда потом счастье приходит. Сначала стулья, а потом деньги. Не наоборот. Понимаете? Женщина рождается женщиной. Давайте сейчас будем изучать это более глубоко. Смотрите. У человека есть три центра разума. Один центр разума находится в области лба. Сотка на земле – знание. Второй центр разума находится в области сердца. Сотка на земле – любви. И третий центр разума находится в области паха. Сотка на земле – вечности. У человека, у души, есть три аспекта жизни. Знание, любовь, вечности. Три аспекта, без которых мы не можем жить. Жить без любви, без любви не могут любить. Час без любви, без любви пропащий. Час. То есть человек хочет быть любимым и любителем. Энергией сердца. Там находится разум, связанность с любовью. Знание. Без знания невозможно прожить. Человек хочет знать. Ну что сказать, ну что сказать. Так устроенный, так люди желают знать. Желают знать, желают знать. Желают знать, что будет. Вот. То есть мы хотим знать. Мы не можем жить без знаний. Мы хотим вечности, да? Не расстанусь с консанулом. Буду вечно молодым. Мы хотим вечности. Три вещи, которые мы хотим. Все хотят жить вечно. Никто не хотел умирать. Дальше. Все хотят любви. Все хотят знать, как жить правильно. Три аспекта жизни. Аспект вечности для всех людей и мужчин и женщин одинаков. Все хотят жить одинаково. Но вот что касается знаний и любви, то здесь есть разделение. Если человек в своей жизни хочет победить судьбу, он хочет понять, как жить, он хочет разобраться со своей жизнью, победить ее, он стремится к победе. Такой человек рождается мужчиной и женщиной. Мужчиной. Его основа жизни — это знания. То есть этот центр расума очень сильный. Мужчина очень сильный. И он постоянно гонит демагогию. Надо говорить так, 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 принципы какие-то, правила жизни. Дальше. Если человек хочет гармонии, любви, счастья, хочет достигнуть гармонии во всем. Такой человек рождается в каком-нибудь деле? В мужском или в женском? В женском. Женщина говорит, мне все равно твоя философия, она мне не нужна. Давай нормальные отношения создавать. Ты со мной хорошо разговариваешь, я с тобой хорошо. Что-то так. Видите, женщине не нужна демагогия, ей нужны отношения. Мужчине не нужны правила, принципы. Согласны, нет? Женщине нужны отношения, любовь. Мужчине не нужны принципы, какие-то правила. Ты меня уважаешь? Не уважаешь, значит, что ты от меня хочешь? Надо учиться уважать правила. Он хочет уважения, своему знанию. Означает, что он говорит, она кивает, она согласна. Значит, уважает. Не кивает, иначе не уважает. Неким разумом. То есть мужчина соткан для знания, женщина соткана для счастья. И все мы хотим вечности жить вечно. Хотим, чтобы жизнь развивалась, чтобы счастья больше было с каждым днём. И так двигаемся дальше. Это очень важно, как из этого истекают обязанности человека. Следующее, что надо знать, это то, что у мужчины вот здесь есть сила, которая для женщины приносит страдание. У женщины здесь дырка. В ней чувствительное место. Здесь очень чувствительное. Она, когда мужчина начинает демагогию толкать, в ней заклинивает голову. Женщина чувствует, что она ничего не соображает, что он говорит, не может понять. Так сильно напрягается к его слову, что не может понять. И она говорит, я говорю, я говорю, я говорю, я говорю. То есть он просто доказывает, что он не орёт. Ей больно это слушать, потому что здесь дырка. А это мужчина должен, как с женщиной общаться? Он должен просто, допустим, он хочет сказать, надо сходить в магазин. Это демагогие. Как с женщиной надо обращаться? Надо сказать, моя дорогая, что-то у нас хлеба нет. Как ты думаешь, я устал, не смогу пойти? Кому пойти за хлеб? Женщин, вам нравится такое обращение? Поднимите руку, кому не нравится. А как вы хотели? Подклада хлебом, скажите. Взбега. В основном, женщине нравится такое обращение, потому что психика спокойно воспринимает. Теперь, смотрите, и так женщине тяжело переносить энергию знания, когда мужчина ей философски объясняет, что надо за хлебом. И не надо это, просто от сердца скажи, что надо за хлебом. Я пойду. От сердца. Согласны, женщине? Или нет? Согласны. Теперь мужчина как-то решает. Смотрите, у мужчины дыркость есть. В сердце. Там у него слабое место в сердце. А если бы так не было, он бы не убегался. Помните, Маути Мутина? Этот Маути подходит к этому тьме и говорит, «Как? Что это здесь горит?» «Песна». Ну, то есть, как бы, он влюбился, но у него вот здесь горит сердце, у мужчины слабое место вот здесь. И он влюбляется, поэтому сердце пробивает. Женщина тоже влюбляется. Ну, как она влюбляется? Так, у нее здесь сила, эмоциональная сила, она может влюбиться сразу в трех и решать, за кого из них замуж будет. Этот мне нравится, этот нравится, этот мне нравится. Мужина как влюбляется в одну... Все. «Как тебя зовут, я знаю, только я. Как тебя зовут, бестонница моя». Да? Ну, то есть, он в одну влюбился, ему сердце пробило. Да? «Сердце, тебе не кончится покоя, сердце, как хорошо у нас тут жизнь». Да? «Любился». «Сердце, как хорошо, что ты такое, спасибо сердцу, что ты любишься и любишь». Да? Сила у женщины исходит. Но эта сила, она же по-другому может действовать. Не только вот как любовь, да? Она это просто сила эмоциональной силы, эмоционального влияния. И, допустим, мужчины знают, что когда жена берет за руку и говорит, «Пойдем, поговорим». И он начинает толпать, и значит, ну, завтра. Она говорит, нет, сегодня. У меня эмоциональная сила, если она по дружке так скажет, «Хотел, поговорим?» Та скажет, «Хотел, поговорим?» Ну, проблеми какие-то. По дружке нормально реагирует. Но мужчина у него попасть начинает. Почему? Потому что эмоции женщина давит сильно ему. И он говорит, «Ты можешь поспокойнее мне говорить?» «Не могу, поспокойнее». И он начинает обзываться. «Ты вас тоже пригнай». Она говорит, «Ты тебя обзывала?» «Я тебе просто сказала, понимаешь?» Сердце ему дает. Он говорит, «Скопи, она меня оборудовала!» Начинает скандал. Почему? Она мотает на сердце, он ездит по башке. Представьте, начинает с фразийских телесериалов. Да? Когда шторы вылетают из окна, тарелки бьются, и очень веселая жизнь насочетает. Почему она наступает? Потому что мы не знаем друг друга. Мы не знаем, как обращаться с женщиной, с мужчиной. Как мужчине надо говорить, чтобы он забил гвоздь? Надо говорить так, что я заметила, что у нас в квартире не хватает одного гвоздя. И ты, мой любимый, когда ты считаешь нужным, я бы хотела, чтобы ты его забил. Очень оптимистично. Когда ты считаешь нужным, и принеси ему молоток и гвоздик. Когда ты считаешь нужным, принеси молоток и положи счастье. Он, допустим, идет на диван, с интервью-физором, принеси туда положи. Он идет в спальню, туда положи, и он идет. Не навязываешь, просто закапишь. А мужчина, он не против, главное, чтобы его не мучили. Он так и принесла, принесла, он нормально, трудно. Потом вдруг неожиданно думал, ну давай забью, что у тебя будет. Может, молоток у нас здесь, идти никуда не надо, за ним. Вот ввозь, вот дырка. Бум, все забьет. То есть, видите, то есть, мужчина как надо строить отношения? Не эмоционально. Не эмоционально. Если хочешь что-то сказать, скажи спокойно. Я так устала сегодня. Надо спокойно сказать. Сегодня у меня тяжелый день, мой дорогой. Если ты будешь ко мне вставать сегодня, то, скорее всего, мы поделимся. Не надо сказать. А как определить, что тяжелый день очень просто? У женщины есть цикл. Надо взять сначала цикла и записывать. Сегодня плакала. Сегодня смеялась. Сегодня били тарелки от пол. Сегодня ругались там. Сегодня ходили в кино. И так каждый день расписать. Знайте, что на следующий цикл будет примерно то же самое настроение во все эти дни. У женщин настроение меняется каждый день. У мужчины оно меняется в зависимости от настроения жены. То есть, если жены нет, оно всегда одинаковое. Муж говорит, слушай, я пришел с работы, у меня было нормальное настроение. Почему мне его испортило, скотина? Понимаете, это означает, что он не понимает просто, что если ты женился, значит, кто-то будет обязательно под настроение. А если родились дети, тогда вообще забудь про настроение. Настроение все будет зависеть от детей. Вот что с ним происходит, такое настроение. Болеют дети, ни у кого нет настроения. Здорово, они все счастливы. Видите, то есть, настроение зависит от того, кто влияет на него. И женщина, она создает настроение во всей квартире. Вот, допустим, у жены плохое настроение, детей плохое настроение, мужа тоже. Почему? Так, есть психика. И это говорят, у женщины характер, настроение в 6 раз сильнее, чем у мужчин. в 6 раз сильнее. Ну, то есть, допустим, дома человек, мужчина приходит домой. Энергетика дома чья, его или жены? Жены, все соткано из ее настроения. Шторочки по ее характеру подобраны, обои, мебель, все по ее характеру. Попробуй, не по ее характеру сделать, будет нын. Каждый день будет проходить мимо шкафа и говорить, мне не нравится этот шкаф. Каждый день, понимаете? Она никогда не забудет этого. Поэтому разумный мужчина всегда покупает такой шкаф, который нравится жене, чтоб не ныло. Чтобы нормально все было дома, он не покупает обои, как ему нравятся, все равно поменяются. Сделайте эксперимент мужчине, домашнее задание. Купите обои, какие вам нравятся, наклеите без жены. Она приедет, будет возлучить до тех пор, пока не купите новые и не переклеите. По-другому никак не будет. То есть, квартира создается из энергетики и настроения женщины. Вся в квартире полностью. Если же две женщины в квартире, значит, она. Ну, имеется в виду, то есть, мама и дочка, да? Кто-то должен уступить. Дочка может стать планшем, и она, как бы, все как мама делает. Тогда нормально. Но если они конкурируют, все, счастья нет ни у кого. Все не учатся. Почему? Потому что каждая по-своему хочет, каждая права качает, каждая скандали и бесконечные страдания. Так женщина формирует настроение в доме. Понятно, да? Мужчина приходит домой, смотрит, у жены нет настроения. То есть, ясно, что в доме плохое настроение. Что он делает? Он ходит за ней и говорит, ну ты че, не улыбаешься. Она говорит, я тебя трогаю. Я тебя трогаю. Я не улыбаюсь, сама с собой хочу. Отстань от меня. Да? Знакомая ситуация? То есть, почему он ходит и конючит? Потому что настроение создает женщину в квартире. Что делать? Мужчина должен быть учиться независимым от настроения жизни. Если у жены плохое настроение, надо жить отвлеченной жизнью в квартире. Надо отречься от всего и просто самому. Просто самому. Будто я один. Все. Когда у женщины хорошее настроение, надо в отношении жить. Если у женщины плохое настроение, ты помолился сам, внутренние силы есть, ты можешь ей помочь. как-то улучшить ей настроение. Если ты ходишь за ней, то ты никогда не поможешь. Мужчина должен быть независим от состояния психического жены. Он должен быть сильнее. Это признак сила мужчины. Как определить, надо выходить за мужчину замуж или нет? Очень просто. Если мужчина все время зависит от вашего настроения, то есть вы чувствуете, что у вас такое настроение, у него такое, у вас такое, у него такое. И он постоянно капризничает рядом, то есть от этого настроения он постоянно страдает, и вы ругаетесь из-за этого, значит, он не сострел, как мужчина. Мужчина зрелый какой? Он как скала, на которой громко дождь летит, а скала остается прежней, она не меняется. Значит, мужчина стал сильным, сострел на семейной жизни. Да, мужчина становится зрелым, когда женщина эмоционально себя ведет, мужчина не сильно реагирует, спокойно становится спокойно, значит, он сильный человек, зрелый. Теперь вопрос, а почему мужчина сильно реагирует, в чем причина? Это значит, он сильно привязан к жене, отчего возникает сильная привязан к жене, от чрезмерного секса. Смотрите, у мужчины есть две стороны психики, одна сторона левая сторона, женская, другая мужская. Когда мужчина пересиливает работа над собой, мужчина способен жить счастливой в семье, когда мужчина пересиливает наслаждение в жизни, он теряет себя. Как мужчина наслаждается жизнью? Он наслаждается тем, как его кормит жена, наслаждается тем, как она его успокаивает, как она ему дает секс, как она его в жизни любит. Да? Мужчина расслабляется дома, напрягается на работе. так? Такой баланс. Первым делом, первым делом, самолеты, ну а женщины, а женщины потом. То есть мужчина должен быть самим собой, должен сохранять мужскую силу, он не должен идти на поводу вот этого чувства к жене, которое его прощает, он становится подкаблучником. То есть почему он таким становится? такова природа женщины. Женщина склонно притягивает к себе мужчину. В этом заключается ее поражение. То есть Ведо объясняет, что мужчина это как река, а женщина это как то есть женщина как река, она кичет, у нее меняется настроение, мужчина как берега, он сдерживает кечение реки. Женщина что делает? Она размывает берега, она притягивает к себе мужчину и таким образом расслабляет его. Чем больше мужчина расслабляется, тем больше он теряет себя. Нужен талант. Берега должны быть крутыми, но они не должны быть настолько крутыми, чтобы река никак не чувствовала контакта. Нужен контакт, нужны отношения. Поэтому мужчина должен быть сильным, но он должен быть грубым. Он должен реагировать на чувства жены, но не ломаться. Женщина должна учиться печь спокойно. Она не должна бурные эмоции проявлять. Иначе никакие берега не выиграют. Как встретила одну женщину такую, она такая вся эмоциональная. Я говорю, вы замужем? Она говорит, конечно, нет. Я говорю, а почему? Она говорит, да нет такого мужика, который Бог у меня выкупит. Она в шутку так общалась с нами. Но это была правда. Почему? Потому что если ты хочешь замужем быть, как-то контролируй свои эмоции. Понятно, что у тебя есть буря. У каждой женщины буря эмоций. Но надо как-то контролировать. Потому что берега же не бывает, бесконечно крутыми. Любые берега можно размыть. Итак, запишите. Женщина может задолбать любого мужика. Любого бездействительного. Поэтому лучше этого не делать. Лучше как-то беречь мужика. Это вымирающий вид жизни. Мужиким ручь чаще, чем женщиной. Надо беречь. И как-то как-то эмоции, чем женщиной. Тоже другая формула. Мужчина может довести до истерики любую женщину. Не будет без исключения. Если ты очень строго себя коричнево ведешь, любая женщина не выдержит, какая бы она сильная, крепкая не была. Надо беречь друг друга. Это называется позитивное мышление. Беречь означает. Смотрите, формула счастья какая. Люди как часто думают. Счастье у нас в семье будет, когда он изменится в лучшую сторону. Это всегда придет к поражению личных. То есть я думаю хотя бы в чем-то. Допустим, вот если он начнет пораньше с работы приходить, значит у нас будет счастье. Вот такая формула. Допустим, я выдвинул такую формулу. Все, значит, будет хуже.